здравствуйте в эфире нашего телеканала информационная программа 7 минут антикафе сегодня мало кто представляет что же это такое и об этом я надеюсь нам расскажет оля жданова здравствуйте оля здрасте и так сегодня мы все чаще начинаем слышать о таком явлении как антикафе если можно несколько слов о истории этого явления может быть где впервые в россии появилась антикафе в связи с чем ну на самом деле насчет истории я знаю не очень много я знаю что первый антикафе появилась в городе санкт-петербург это антикафе циферблат сейчас у них сеть по всей россии очень интересное атмосферное место мы перед открытием именно нашего антикафе в рязани мы посетили циферблат в казани очень понравилось это место где люди отдыхают принципиально не так как в других клубах антикафе это место где люди платят только за время проведенное в заведении где они обслуживают себя сами они наливают себе те напитки которые хотят разумеется без алкоголя после себя они прибирают это тоже очень важно почему вы вообще в рязани решили открыть антикафе то есть вот вы побывали в казани да вы посмотрели как там хорошо как там здорово и решили что нашему городу не помешало бы дают тоже иметь такое заведение смысл был в чем в рязани куда бы ты ни пришел всегда это алкоголь всегда накурено хотелось чего-то такого доброго уютного светлого и когда мы побывали в циферблате это было это как новая вселенная ты открываешь для себя ты бываешь вместе которого ты до этого никогда не видел и пришла мысль открыть такое же в рязани тем более что этого еще не было это было абсолютно новое для нашего города получается то есть антикафе мы приходим платим какие-то определенные деньги насколько я понимаю не очень большие да совсем небольшие в этом как раз смысл человек не должен каждую минуту сидеть и думать сколько же я сейчас заплачу он не должен себя ограничивать как раз принцип антикафе в любых заведений строится на том что человек себя чувствует абсолютно комфортно для него эта среда на как домашние итак вот за эту небольшую сумму на что мы имеем право там рассчитывать в эту сумму входят любые сладости которые стоят на столе в эту сумму входят любые настольные игры которые и любые вообще игры которые есть в этом помещении также чай кофе какао прочие горячие напитки также за эту сумму если есть мероприятие в этот день в это время можно прийти и например послушать про какой-нибудь мастер-класс промехенти например это роспись хной или у нас был литературный кружок можно было прийти предварительно прочитав книгу и обсудить выбрать новую книгу на следующую неделю помимо каких-то мероприятий которые возникают так спонтанно да то есть насколько я знаю это могут быть и показы мод и открытие различных выставок функционируют какие-то я не знаю кружки где люди могли бы что-то изучать чему-то учиться или вот это какие-то единичные мероприятия только нет конечно у нас есть и постоянные мероприятия еженедельные это английский клуб клуб где люди приходят разговаривают на английском языке просто тренируются это эзотерический клуб это регулярные кинопоказы кинопоказы а какие фильмы вы показываете на самом деле очень разные мы проводим голосование в нашей группе для того чтобы узнать какие фильмы хотят посмотреть именно наши посетители но обычно мы выбираем каких-то культовых режиссеров например гая ричи квентина тарантино ну либо перед новым годом устраивали кинопоказы именно таких вот атмосферных фильмов которые в новый год все любят смотреть насколько я понимаю вас есть какие-то определенные правила нет алкогольных напитков запрещено курить в помещении но молодежь вообще как она на это реагирует вот они приходят допустим первый раз да и понимают что здесь нет алкоголя здесь нельзя курить изначально уже идут люди которым это не нужно или как-то все таки ваши посетители под вас подстраиваются ну знаете всегда по-разному то есть бывают это люди которые приходят уже подготовившись которые уже знают что такое формат этих кафе а бывают люди которые приходят и мы говорим у нас не курят у нас не матерятся у нас нет алкоголя и иногда это встречается с таким удивлением как так но в общем то проблем не возникает потому что когда находишься в помещении она не прокурено где нет вот таких неприятных запахов спертого воздуха в итоге все начинает это нравится скажите вот игры на которые вы предлагаете вашим посетителям есть какой-то определенный набор игр или вы постоянно что-то добавляете и что это за игры во что можно у вас поиграть но это различные настольные игры от простых как например башни или дженго до таких сложных игр как билет по европе цитадели колонизаторы мы постоянно обновляем нашу игротеку потому что приходят посетители постоянно спрашивают про какие-то игры мы в интернете мониторим наиболее интересные вот и их докупаем игры в основном пользуются спросом это такие настольные стратегии вот сейчас не интересно просто сидеть там играть например в карты всем интересно подумать кого-то обыграть вот именно за счет интеллекта ну вот как вы рассказываете мне представляется просто идеальная атмосфера в том числе и для детей к вам приходят посетители с детьми на конечно приходится совсем маленькими детишками которые только научились ходить говорить и для них у нас большое количество мягких игрушек в круг в клубе которые абсолютно свободном доступе если родители очень попросим их конечно подарим потому что отказывать маленьким деткам которые приходят не нравится эта игрушка вот как можно ему отказать конечно пускай забирает маленьким детям тоже достаточно интересно потому что и родителям спокойно то есть ты приходишь ты знаешь что здесь твой ребенок не услышит того чего он не должен услышать и не увидеть того чего не должен видеть вот при этом он уже не дома он как бы вот где-то да там среди людей бегает спокойно там может кому-то подойти пообщаться то есть мы приветствуем посещение наше заведение именно с семьей с вашей точки зрения вот таких анти кафе порезания должно становиться больше нужно это людям именно такая форма проведения свободного времени форма общения ну вы знаете по сути я считаю что то они нужны но с другой стороны если мы посмотрим на население нашего города очень большой и возьмем именно ту часть которая будет посещать эти анти кафе то очень много их не откроешь чисто физически просто это будет не рентабельно с другой стороны вот как я себе это представляю в идеале что анти кафе это очень востребованная востребованный вид отдыха потому что это альтернатива именно отдыху с алкоголем мне бы вот хотелось чтобы молодые люди и девушки открывали для себя вот именно новый вид отдыха для этого конечно больше анти кафе разных и интересных ну что ж спасибо вам большое вы рассказали нам что такое анти кафе надеюсь что многие заинтересовались и захотели побывать в гостях спасибо и вам ну а на этом наша программа подходит концу мы желаем вам всего самого доброго увидимся в следующих выпусках т.к. вы Субтитры подогнал «Симон»!